Ну что, друзья, всем привет! С вами Тропикал, и да, я понимаю, что роликов не было довольно-таки давно, но, тем не менее, сегодня я его для вас приготовил. В общем, около месяца назад я поймал богомола. Да, богомола, и я вообще не знал, что они бывают в Челябинске, но при этом я нашел в парке одного из таких вот прекраснейших существ. Но суть не в этом. Я, конечно же, размечтался о том, что наснимаю для вас кучу роликов про этого богомольщика, но, тем не менее, это не совсем получилось. Во-первых, тут есть как бы и моя вина, и вина богомола, если это так можно сказать. В общем, буквально спустя 2-3 недели он умер. Это случилось потому, что вообще богомолы-самочки, они как бы после того, как откладывают яйца, они погибают. Ну и, собственно, как вы понимаете, богомол отложил у меня яйцо. На самом деле, чтобы не быть пустословом, я реально нашел богомола. Да, он сейчас выглядит вот так. Это высушенный богомол, если так можно сказать. В общем, он умер, и делать с этим уже ничего нельзя, и, в принципе, ничего не поделаешь. Но при этом богомольщик вот этот вот оставил у меня потомство. Сейчас, конечно же, я вам его покажу. Итак, атака богомола находится у меня прямиком вот в этом вот контейнерочке. Сейчас я его, конечно же, открою и каким-то образом попытаюсь его вам показать. Короче говоря, вот. Да, вот эта вот штука, это и есть атака. Я не знаю, как вам видно, потому что штатив стоит против меня, но это не суть. В общем-то, я решил разобраться и подумать, каким образом можно вообще проинкубировать эту атеку. И как вывести из вот этого вот не пойми чего, какого-то яйца чужого, таких же богомольщиков, которых я и поймал. Итак, друзья, сейчас я взял, короче, змейку. Не знаю для чего, просто чтобы вам было интереснее. Короче, после того, как я посмотрел, что у меня богомолиха отложила атеку, я, конечно же, в первую очередь решил проштудировать весь интернет. И не сайты какие-нибудь, а ролики в ютубе, как я делаю это обычно. По роликам и по тем же самым сайтам я понял, что для того, чтобы проинкубировать атеку богомола, слишком много ума-то и не нужно, в принципе. Для этого достаточно просто поместить атеку в какую-то емкость и просто забыть про нее на месяц или даже чуть больше. Но также оказывается, что для некоторых видов необходимо делать небольшую такую паузу. Богомолы перед зимой, а именно осенью, откладывают атеку и, в принципе, уходят погибать. А атека пережидает все холодное время, и, собственно, после этого холодного периода вылупляются маленькие богомольщики. И, на самом деле, я сейчас разделился во мнениях, стоит ли делать эту паузу или не стоит. В принципе, я подумал и решил, что делать ее не буду, потому что, мне кажется, если я не буду ее делать, в принципе, ничего не повлияет, и богомольщики вылезут нормальненькими и даже быстрее, чем они должны появиться в природе. Ну и, конечно, как вы понимаете, раз уж я не стал делать зимний период для этих богомольщиков, то я просто взял контейнер, который вы только что видели. Взял контейнер, который вы только что видели, а именно вот этот вот, и просто-напросто оставил в нем вот этот вот папоротник искусственный, или, правильнее сказать, декоративный, и просто накрыл его сверху крышечкой, чтобы воздух поступал, да и в целом, чтобы была вентиляция. Главное не прозевать момент, когда из этой атаки появятся нимфы, и не потерять их. Ну вот и все, друзья, этот ролик подходит к концу. Если вы хотите еще видеоролики о богомолах, допустим, какое-нибудь кормление, то обязательно напишите в комментариях, и я постараюсь где-нибудь купить или приобрести богомола. Ну а также, если вдруг вы содержите и разводите богомолов, то можете написать мне в комментарии, я все комментарии читаю, и, конечно же, если такие люди будут, то я, конечно же, найду и свяжусь с вами. Подписывайтесь на все мои проекты, и, конечно же, опять же повторюсь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну все, всем удачного дня, всем пока-пока, друзья, до новых встреч!